Время рождения фуг, зори открывается шлюз, север сливая и юг, в многоголосие союз. Лауреат российских и международных литературных премий Лариса Прошкивская приехала в Видное, чтобы познакомиться своими произведениями всех неравнодушных к поэзии жителей округа. Автор пяти книг признается, что хорошо знакома с нашим городом, но выступает тут впервые. Ну, писать, наверное, я начала очень рано. Другой вопрос, как я относилась к тому, что я пишу. А относилась я к этому очень плохо и считала, что я писать не умею. Мне очень помог мой отец, он профессиональный журналист, и он в свое время мне сказал, что обратись к Валентину Расчеву Белецкому. И Валентин Расчев Белецкий, его друг, филолог и тоже журналист, он мне очень сильно помог в том плане, что я осмелела, обнаглела и стала писать. Своё стихотворение Лариса читала под аккомпанемент пианистки Натальи Терёхиной. Я знаю Ларису давно, а пианистка – это моя дочь, поэтому я здесь не случайно. Вот, и очень оттаяла душой, я сижу с внучкой, целыми днями занята, и поэтому сейчас я получу огромное удовольствие, удовлетворение, и вот насладилась и нашей русской природой, и нашими русскими талантами. Благодаря музыкальному сопровождению зрители смогли насладиться не только красотой художественного слова, но и произведениями великих русских композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. Ну, мне музыка понравилась, а стихи вот я вот плавала, летала. Живое поэтическое слово, сопровоздаемое музыкой, как это было от веку, от античности, муза, арфа, да, оно вместе в соединении производит такое же сильное впечатление, как и все современные виды искусства. Идея организовать концерт Ларисы Прошкивской в историко-культурном центре принадлежит методисту Наталье Замариной. После посещения презентации книги Наталья Феликсовна решила пригласить поэтессу «Видное», и Лариса с радостью согласилась. Такой большой праздник, что мы даже этого не можем осознать до конца, насколько это здорово, что все это состоялось, и я очень надеюсь, что, может быть, это будет иметь какое-то продолжение для нас. В дальнейшем историко-культурный центр планирует продолжать сотрудничество с Ларисой Прошкивской.